Сегодня мы впервые уехали со съемки с чувством, что наш герой узнал о нас больше, чем мы о нем. Он читает по лицам. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Сергей Дюпин. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему без видимых причин один человек нам нравится, к другому мы испытываем антипатию, а третий вообще не вызывает никаких эмоций? Оказывается, за несколько секунд наш мозг анализирует визуальную информацию и посылает сигнал о характере этого человека. Именно поэтому мы либо стремимся завоевать чье-то расположение, либо интуитивно избегаем встречи. Хочу познакомить вас с героем, который сделал лицачтение своим основным хобби. Каждый день я читаю лица. Каждый день что-то новое проверяется в новых людях. То есть я делаю стандартное описание и вкладываю туда один фактор, который я не уверен. Но он мне нужно проверить. Скажу сразу, самое интересное в этот раз останется за кадром. За неделю до съемок мы разместили в социальной сети информацию о необычном эксперименте. Желающих просканировать свою вроде бы знакомую физиономию или лицо партнера нашлось немало. Люди присылали фото в фас и профиль и не верили своим ушам. Все в точку. Сейчас просто, чтобы определить характер, мне достаточно двух минут, чтобы сопоставить. Давай вот этого парня, он очень показательный. Как раз по нему все видно. Я буду читать не по этой фотке, по этой я боюсь что-нибудь пропустить. Он распыляется на много интересов. Огромное количество одновременно, чем он занимается. Но не все доводит до конца. Может быстро охладеть к чему-либо и просто забросить, потому что потерять интерес. Что еще можно сказать? Он открыт людям. Он не зажимается в себе. А у него широкий кругозор. Зовут этого симпатичного, позитивного парня Евгений. Живет он в Москве. Лично с Сергеем не знаком. И поверьте, никогда не подозревал, что наличие творческого бардачка в его комнате, в котором он прекрасно ориентируется, выдает, оказывается, формы носа. Сергей советует ему не сидеть на месте, попробовать себя в пиаре или продажах. Сматривается в мелочи. По сути, перфекционист. Он либо делает это идеально, либо не делает вообще. По сути, физиогномика – это статистика тысячи лиц, сопоставленная с чертами характера. Сергей еще в детстве заметил, что людям с определенной формой рта, носа или губ свойственно особое поведение. Позже вышел на Олега Ваеводина. Это физиогномист из Москвы, который разработал собственную систему, которую, в принципе, я взял за основу и сейчас пользуюсь ей, дополняю уже своими какими-то наблюдениями, знаниями и так далее. Лицечтение появилось задолго до той поры, когда китайцы сказали слово «физиогномика». Помните знаменитое «жил-был поп, толоконный лоб» и сразу все понятно – глупый, жадный человек. У милого носа орлиный высокое положение на работе занимает, маленькая верхняя губа скользкий, как медуза. Мы делим лицо на три части. Первая часть – это от подбородка до носа, потом от носа до кончика бровей, до верха, и от бровей до линии роста волос. Это три мира. Снизу материальный, потом семейный и сверху духовный. Если материальный мир больше, то можно говорить о том, что человек погружен в работу на данный момент, и для него важнее приоритетить работу, чем семья. Если семейный мир больше, то наоборот. Мой личный пример говорит о том, что ни смена прически, ни поменявшиеся черты лица не способны сбить с толку профессионала. Постоянное движение, то есть это постоянно на ногах, постоянно… Но ты знаешь, что я журналист. Да, это я знаю. Что можно сказать из того, что я, допустим, не знаю? Это то, что возможность бросаться из крайности в крайность. Сегодня одно, завтра – а-а-а, все поменялось, все по-другому. Как ты это определяешь? Вот ты просила в профиль, да, в фаз. Как ты смотришь на лицо? О чем это говорит? Губы говорят о том, насколько человек разбирается в людях, насколько он умеет на них именно давить и так далее. Еще, допустим, есть такой небольшой секретик, приоткрыть нижнюю губу полукругом. Это говорит о том, что человек может сначала сказать, а потом, что-то я зря, может быть, сказал. Делайте дела даже через боль. То есть больная, не больная, все, взяла сумки, пошла на работу. Я покажу это начальникам. Для чистоты эксперимента показываем фото нашего монтажера и спрашиваем у Сергея, кем может работать этот человек. Технически подкованный человек, который именно разбирается хорошо в каких-либо, ну, не знаю, может быть, машинах, либо, по сути, такой у него склад ума не гуманитарный, а технический, да, технического склада ума. Не открывается до конца. И чтобы его понять, нужно либо быть его близким другом, либо, там, не знаю, там, жить с ним. Парни, которые собираются заводить семью, просят просканировать, скажем так, девушку на наличие, там, каких-то скрытностей, может быть, склонности к изменам. Можно определить и склонность к изменам. Но, опять же, это будет всего лишь склонность. То есть, стопроцентно я не могу сказать. Те пары, которые согласились участвовать в эксперименте, аплодируют мастеру стоя. Возможно, потому, что они правильно нашли друг друга, и у них все хорошо. Ведь, честно говоря, не все готовы услышать голую правду. Если какая-нибудь пещера, то она с факелом первая туда поскачет. Собственно, и у вас тоже самое. Это люди, которые, ну, скрытые лидеры. В каждой культуре накапливались свои наблюдения. У древних бедуинов – кияфа, у мусульман – феросад, в Китае – синфа и так далее. Современные физиогномисты уверены, во времена Лафатена и Сократа и лица были другими, и идеалы. Парни, они врут просто так, потому что это заложено природой. А девушки, они считают, что любая ложь, она во благо. Во благо, может быть, даже этого парня. Как бы считается, что процентов 70 мужчин изменяют, а и 30 девушек. Но вопрос, с кем изменяют оставшиеся 40%. То есть к изменам склоны многие. Были случаи, когда, допустим, девушка обращалась, говорит, ну, не на своем ее месте. Вот не то. Я, ну, исходя из некоторых знаний по физиогномике, ей посоветовал сменить сферу на более активную. Потому что она, у нее, скажем так, природа заложена, что она не должна сидеть на одном месте. Что она должна бежать, торопиться. Еще недавно Сергей просто шел по улице и буквально вгрызался в лица прохожих, пытаясь определить, что они из себя представляют и к каким частям тела им стоило бы относиться повнимательнее. Он безошибочно определил, у кого из моих коллег что часто болит. Основы можно получить быстро, но нужно их отрабатывать. Я вот как раз хотел бы извиниться перед своими друзьями за то, что все свои какие-то новые навыки я отрабатывал на них. У меня уже, когда собираемся в компании, так, все, ты никакой физиогномики, все, замолчи. Физиогномика – ключик для избранных. При этом лицо всегда открыто, а собеседник может и не знать, что вы его читаете. В резюме все указано у всех шикарно и шоколадно, что человек является супер во всем. Он суперпунктуальный, суперисполнительный и так далее. Но на деле потом, когда человек начинает работать, выявляется, что не совсем так. И тут приходит на помощь как раз физиогномика. Можно определить, будет ли доводить человек дела до конца. Неплохой бы получился руководитель из него, возможно, в будущем. Можно уже выстроить определенную модель поведения. Понимаешь, какой руководитель будет очень въедливый и четко знать о всех движениях. Либо какому руководителю нужен именно человек, который сам будет действовать более самостоятельно. Но изучать эту пока еще псевдонауку необходимо только в комплексе. Иначе это было бы слишком просто. А еще не стоит забывать, что основы любого характера – это все-таки гены и воспитание. Даже у меня был случай, когда в детстве я был совсем маленьким, и мой отец служил, то есть мы с ним не виделись. Но ложку я держал так же, как и он. Что удивительно, благодаря лицечтению можно составить обратный фоторобот, причем даже с асимметрией лица, искривлениями носа, подбородка и прочего. Сергей планирует начать обучение как базовому, так и полномасштабному курсу. Я всегда говорю людям, 10 раз подумай, нужно ли тебе это знать. Ввиду того, что видишь людей на улице, знакомишься с новыми людьми, но ты уже про них знаешь 80% информации. И кто-то отсеивается сразу, просто не продолжая общение. Это неправильно, я считаю, потому что интеллект, к сожалению, невозможно определить. С помощью физиогномики можно лишь некоторые черты характера. Как ни странно, Сергею Дюпину удалось рассадить по полочкам всех тараканов в голове испытуемых сегодня женщин. Быстро определить, стоит ли парням бежать за обручальным кольцом и кому лучше лишний раз рта не раскрывать. Гришки водятся за всеми, но говорить о них без спроса, считает Сергей. Все равно, что войти в чужой дом без приглашения. Не нужно лезть в душу каждого человека. Я стараюсь делать описание только тех, кто просит. Хотелось бы сказать участникам эксперимента выше нос, но это наверняка что-нибудь означает. Если лицо – это книга, то присмотритесь к обложке, ведь даже на полках книги расставляют по рубашкам.